Главной завод АвтоВАЗа в Тольятти продолжает осваивать сборку модернизированной Лады Весты. К началу декабря первая нитка главного конвейера, которую раньше называли линией B0, выпустила минимум три пробных автомобиля, которые останутся на заводе для тестов и обучения персонала. Сейчас всё указывает на то, что возобновление производства Весты, ранее намеченное на март, состоится вовремя, без модных нынче сдвигов сроков вправо. Главной интригой остаётся исполнение этих автомобилей. Поскольку возобновление выпуска 16-ти клапанных двигателей 1.6 сам президент АвтоВАЗа Максим Соколов откровенно анонсировал только к маю 2023 года, то вполне очевидно, что как минимум три первых месяца Веста будет выпускаться с грантовским восьмиклапанником ВАЗ-11182. На данный момент ничего иного у АвтоВАЗа просто нет. Нет альтернативы и у пятиступенчатой механической коробки. Тольяттинские специалисты плотно занимаются подбором автоматической или роботизированной трансмиссии в Китае. Паблик АвтоВАЗ Ньюс ранее сообщал, что все работы вместе с сертификацией планировали закончить к весне. Но Максим Соколов только что дал весьма безрадостное интервью изданию Forbes. По словам главы автогиганта, автоматическая коробка и электронная система стабилизации ESP вернутся только в 2024 году, а БС — в 2023. Как сообщает паблик АвтоВАЗ Ньюс, внешний вид первых Вест, собранных в Тольятти, мало отличается от серийных ижевских машин, представленных в феврале. Если предположить, что сборку отрабатывают на базовой комплектации, то список упрощений будет примерно таким — боковые зеркала и дверные ручки выполнены чёрными, колёсные диски — стальные, штампованные, в салоне — кондиционер, четыре подушки безопасности, простой пластиковый руль без кожаной отделки с четырьмя кнопками справа и заглушками слева, ликвидирована мультимедийная система и потолочный отсек для очков, но сохранена кнопка старт-стоп. В том же интервью Форбсу Максим Соколов уточнил планы по новинкам. Сменщик Гранты, то есть Рено Логан третьего поколения с изменённым кузовом и на ВАЗовских агрегатах, по-прежнему заявлен на 2024 год. Партию электрических Ларгусов соберут в Ижевске в конце следующего года. Кстати, по слухам, опытный образец уже собран и отправлен на вазовский полигон в Сосновке. Но главное — кроссовер на платформе Весты, намеченный на 2025 год, теперь прямо назван переднеприводным. Ранее мы предполагали, что под этой моделью будет скрываться нереализованный проект Весты с кузовом хэтчбэк. Такая машина мельком засветилась в одном из заводских видеороликов. Как видим, эта наша догадка продолжает получать подтверждение.